Утро доброе. Вести Карачаева, Черкесия. С вами с утра. Немного ветер. Будет ли он продолжаться? Узнаем из прогноза синоптиков чуть позже. А пока время новостей. Стаж работы в медицине 47 лет. Именно столько посвятила любимому делу заслуженный работник здравоохранения, ветеран труда Анастасия Гарибова. С ней встретился Али Баташев. Это самая такая профессия милосердия, доброта, которая всегда откликнется добротой. Окончив Кисловодское медицинское училище, Анастасия Гарибова была направлена в хутор Баралкин, где работала фельдшером. Затем после замужества переехала с мужем в Хасаут Греческий. Стала акушером, помогая людям восстанавливать здоровье и вместе с врачами спасать жизни. Как в случае с тяжелыми родами. В первый год работы. Кровотечение, что мы не делали, хлористые, все, не можем остановить, вызвали в садах Абля этого врача. Приехала, помню, Кужева Ирина Муссона. Господи, мы как мыли руки тогда, я не знаю, в общем, так обработала, что остановила кровотечение. Ручное обследование сделала и остановила кровотечение. Вот это моя жизнь была. Дай Бог, думаю, умрет женщина. С 1967 года новым местом работы Анастасии Гарибовой стал медколледж Черкеска. Она стала преподавать там основы сестринского дела, щедро делясь своим опытом и знаниями с будущими медработниками среднего звена лечебных учреждений. В 1996 году ей было присуждено звание «Заслуженный работник здравоохранения». За долголетний добросовестный труд Анастасия Гарибова была награждена медалями ветеран труда и за заслуги перед Карачаево-Черкесией. Ушла на пенсию в 2021 году, но сохраняет бодрость духа и считает профессию медработника самой благородной. Любить свою профессию, быть ответственным и придерживаться такому залогу, как говорится, делай добро. Это его в руках. Милосердие, добро и уважать самих больных. Не так, на стороне стоять, где надо и пощупать, где надо что-то прибрать после него и оказать такую помощь. Это и есть самое благородное. У Анастасии Гарибовой двое детей, пятеро внуков и один правнук. Они любят бабушку, которая балует их любимыми блюдами и часто рассказывают о своей жизни и любимой профессии. Кстати, один из ее внуков Константин окончил медучилище Черкеска и сейчас работает массажистом в республиканской больнице. Али Баташев, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии облачность. Местами кратковременная дождь и гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром. 20-25 метров в секунду. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 28, плюс 33. В горах местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 31, плюс 33 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова